Давайте откроем Библии в книге Бытие. Будем читать 13 главу сначала, с первого стиха. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. И поднялся Авраам, и все, что у него было, и двинулся. Вот этот переход омрачало события, которые произошли перед этим в Египте. Авраам давно уже стратствовал по Палестине, но по причине голода был вынужден пойти в Египет и переждать там время, чтобы сохранить свои семьи, чтобы прокормить всех, кто с ним ходил. И там, вы помните эту историю, Авраам с женой Сарой договорились, что они скажут, что она его сестра. Потому что думал Авраам, люди злые в этом месте, и как бы они не увидели, что Сара очень красива, и не убили меня. Потому так они договорились. Конечно, обман был вскоре обнаружен, потому что Господь вмешался. И фараон приглашает Авраама и говорит, ты Божий пророк. Это вам так положено, да? Это принято у вас так? Как же ты мне сказал, что это твоя сестра? Вот твоя жена, уходите отсюда. У вас бывало такое, чтобы кто-то вам делал замечание? А вам так можно, вот вам, верующим, так можно? Если кто-то такое слышал, как вы себя чувствовали? И вот так уходил Авраам, и все, кто были в доме его, уходили они из Египта. Господь видел Авраама, видел его сердце. Он вмешался. В книге Патриархии и Пророке красиво это описано. И та глава заканчивается так. Очень опасно причинять зло служителям небесного царя. Господь вступился за Авраама. Но вы подумайте, даже несмотря на то, что Авраам допустил такую ошибку в своей жизни. И эта ошибка скажется на дальнейшем его странствовании. Теперь он переходил с места на место, уже возвратившись в Палестину. И тут написано, что и Лот был с ним. Лот давно избрал странствовать с Авраама. Он ходил с Авраама. Знаете, Лот был его племянником. Когда впервые Господь призвал Авраама оставить Ур Халдейский, он вышел из Ура Халдейского вместе со своим престарелым отцом Фарой. У Фары было три сына. Авраам, Нахор и Аран. Но из Ура Халдейского вышли только Фара, Нахор и Авраам. Аран умер. Еще в Уре Халдейском. У Арана были дети. Лот был сыном Арана. Когда отец умер, и Фара, Авраам, Нахор, и Лот с ними, и все их домашние отправились, потому что Господь их пригласил выйти из земли своего рождения. У Бога был особый план. И они продвинулись и дошли до Харана. Об этом написано в 11 главе книги Бутиле. Дошли до Харана, и там умирает и Фара, отец Авраама. Господь опять обращается к Аврааму и говорит, поднимайся и иди в землю, которую я тебе укажу. Лот решает. Перед Лотом стоит выбор. Остаться с Нахором. Нахор решил остаться в Харане. Или идти с Авраамом. Лот был племянником и Авраама, и Нахора. Но у Лота было преимущество в пользу остаться с Нахором. Потому что, если вы почитаете 11 главу, вы обнаружите, а там есть маленькое родословное этой семьи, вы обнаружите, что Лот был сыном Арана, который умер еще в Уре-Халдейском. И жена Нахора, Милка, тоже была дочерью Арана. То есть, она была сестрой Лота. В таком случае Лот выбирал остаться с Нахором, его дядей, и остаться в то же самое время со своей сестрой, женой Нахора, Милкой, или идти с другим дядей, Авраамом. Куда? Пока Авраам тоже не знает, куда. Господь его призывает. Как так получилось, что Лот принял решение идти с Авраамом? Вы догадываетесь, что это, скорее всего, зависело от того, насколько Лот уважал одного и другого. Из того, что он выбирает идти с Авраамом, видно, что Лот больше хотел быть с Авраамом, чем даже остаться со своей сестрой и с дядей другим. Но после Египта все они возвращались в Палестину и атмосфера в этом семействе была немного омрачена. Они продолжали переходы свои от Вифиля до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем до места жертвенника, который он сделал там в начале и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Как это так? Непоместительна стала земля для них. Да, они были богатыми людьми. Но вы помните, что Авраам поживет здесь немного, потом надоест переходит в другое место, поживет тут немного, земли хватает. Он даже ходил, Господь ему так сказал, говорит, иди в землю, которую я дам тебе и потомкам твоим. Пройди с севера на юг, с запада на восток, куда ступит нога твоя, все это дам тебе. И Лот ходил с Авраамом. Земли хватает. Теперь вдруг мы читаем непоместительна для них земля. А что случилось? «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезей жили тогда в той земле». Очень грустная концовка этого стиха. «И Хананеи, и Ферезей жили тогда в той земле». Что это значит? Был спор о Хананеи, и Ферезей жили тогда в той земле. Видели и слышали. Вы знаете, пока все было хорошо между Авраамом и Лотом, не спорили пастухи. Обычно слуги не рискнут конфликтовать с соседями. Если соседи живут хорошо, их накажут. Но как тут получается, что вдруг пастухи Авраама спорят с пастухами Лотой и наоборот. Как это случилось? Что произошло? Слуги очень хорошо чувствуют настроение хозяев. Хозяева, конечно же, они люди воспитанные, они не позволяют себе выйти из себя и что-то сказать. Но где-то, когда остаются наедине, слуги замечают настроение хозяев. дети это хорошо замечают. Если хотите узнать, кто к кому относится, понаблюдайте за детьми. Вы очень хорошо это поймете. Взрослые научились лицемерить. И потому иногда трудно понять, как кто к кому относится. кого я вижу, рад тебя видеть. Какие люди. Слышали такие восторженные? Но вы понимаете, что это не всегда. Так оно и есть на самом деле. Понаблюдайте за детьми и вы увидите настоящие отношения. Потому что дети еще не научились лицемерить, скрывать. Взрослые это уже умеют делать. Авраам понимал, что так нельзя, так не должно дальше продолжаться. Люди смотрят на нас. И тогда Авраам обращается к Лоту и говорит, да не будет раздора между мной и тобой. Между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Люди смотрят. Авраам понимал, что Господь, знаете, с какой целью его пригласил жить в этой стране? Чтобы быть светом, чтобы быть примером. И какой теперь пример? Потому Авраам говорит, давай, если мы так не можем найти общий язык друг с другом, отделись от меня, выбирай. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Смотри, сколько земли. Слышите, что Авраам говорит? Не вся ли земля пред тобою? Так оказывается, нет проблем в земле, правда? Раньше этой земли хватало, вдруг не хватило, почему? Так бывает, места не хватает, комнат не хватает, соток не хватает, так бывает среди людей, но на самом деле не этого не хватает, этого хватает, чего-то другого не хватает. Когда Авраам это сказал, не вся ли земля пред тобою? Отделись от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Десятый стих. Лот возвел ночи свои и увидел всю окрестность орданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся доси гора орошалась водою, как сад господин, как земля египетская, и избрал себе лот всю окрестность орданскую, и двинулся лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить, а до свидания он успел сказать. Слышите, что тут написано? Как только услышал такое впечатление, что он даже и спасибо не сказал за то, что Авраам предложил первому выбирать. Написано, как только Авраам это сказал и возвел очи свои, он даже не разворачивался, он просто глаза поднял, а уже в ту сторону смотрел, похоже давно. Я представляю, что они с женой, когда все встанет, утихало, они любили говорить о том, что за день произошло. И Авраам, и Лот в своем шатре. Вы представляете, какие там могли быть разговоры? Потому что как-то Лот уже был готов к этому решению. Он так уважал когда-то Авраама, он оставил родную сестру, другого дядю, родину оставил, чтобы идти с Авраам. Как так легко теперь он отрывается от родного человека. Уважение кончилось. Что случилось? Если подумать немного, Бога, то вы можете очень хорошо себе представить, что там произошло. Возможно, в один из вечеров так осторожно жена Лоту говорит, знаешь, нам нужно подумать о детях. Хороший человек Авраам, твой дядя, я, конечно же, его уважаю, но так нельзя. Мне почему-то кажется, что именно жена заговорила. Знаете, почему? Это было после Египта. Вы подумайте, фараон обратил внимание на Сару, хотя она старше, не на жену Лот. Знаешь, Лот, нам нужно что-то решать. Может быть, Аврааму и нормально закончить свою жизнь где-то в пещере. У него еще ничего нет. Купит потом, почитаете книгу Бытие, купит потом пещеру, это все. Но ты подумаешь, ну, им все равно у них детей нет. И кто знает, Господь им обещает сделать отцом множество народов, но все это пока что слова, а сейчас нам нужно подумать о детях. Понимаешь, надо позаботиться о их воспитании, а где они будут жить, так и будем скитаться? Хорошо, я-то еще могу как-то потерпеть, но так и будем скитаться? Надо что-то думать. Понимаете, что там произошло? И возвел лот очи свои и сразу увидел. И стал жить в городах окрестностей, раскинул шатры до Содома. Давайте перенесемся в 19-ю главу книги Бытия. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда вот сидел у ворот Содома. Сегодня, если вы хотите узнать новости, если что-то нужно решить, вы скорее всего в центр города пойдете, тогда у ворот все решалось. Там все новости. Лот сидел у ворот Содома. Там судьи сидели, городские, старейшины. Когда читаешь Библию, там находишь, что все вопросы решались у ворот. Помните в книге притчей написано о жене, какая жена должна быть благословенная от Господа. Муж ее сидит у ворот. Жена может сделать мужа уважаемым человеком, он будет судьей, он будет старейшиной, та, которая от Господа. Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, Государь мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Помните эту историю? Лот еще не знал, что к нему пришли ангелы. Он был гостеприимным человеком, он пригласил их в дом. Дом? А где поселился Лот? В 13 главе, помните, раскинул что? Шатры аж до Содома. А теперь дом в Содоме, в хорошем районе. Он же сильно упрашивал их. Как только они вошли в дом, все жители Содома окружили дом, и говорят, вызвали Лота и говорили ему, где люди пришедшие к тебе на ночь? 5 стих. Выведи их к нам, мы познаем их. Знаете, что значит познаем их? Прославился Содом. Сейчас любой человек, даже не знающий хорошо священное описание, знает, что такое Содом. Мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. И сказал, братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Мне кажется, Лот не знал своих детей. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали ему пойди сюда и сказали вот пришелец и хочет судить. Пришелец и хочет судить. Вы помните, чтобы Аврааму кто-то говорил такие слова? Пришелец, ты чужой? Ты что тут делаешь? Помните, позже Авраам будет покупать пещеру для Сары Сара умерла и Авраам говорит, я заплачу, мне нужно место для погребения моей жены. А ему жители говорят, ты князь Божий среди нас. Он был уважаемым человеком. Знаете почему? Потому что он не старался стать таким, как все. Лот очень хотел стать как все. И поэтому проиграл. Ангелы говорят Лоту быстро. Они чудо сделали. Лот понимал, что значит попасть в руки садомлян. Говорит, есть кто у тебя тут? Иди скорей и выходите из садома, потому что Господь уничтожит это место. 14 стих. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из его места, ибо Господь истребит сей город. Но детьям его показалось, что он шутит. Лот пришел и говорит, скорее, скорее, садому пришел конец, надо покидать этот город. А они, отец, что с тобой? Посмотри, какое солнце. Все нормально, успокойся. Что-то было неестественное в том, как вел себя Лот. И это понятно. Он плохо расстался со своим дядей Авраамом. А когда нарушаешь отношения, ты начинаешь делать ошибки. Что-то странное было в его поведении. Он хотел стать как все. Он думал, что поступает благоразумно. Возможно, у них и были аргументы, чтобы уйти в Содом. Они знали, почему Господь пригласил Авраама в Палестину. Быть светом. Ну, а где лучше миссионерская работа? Там, где нет людей? Или там, где много людей? Возможно, и так Лот оправдывал свое пребывание в Содоме. Затьям показалось, что он шутит. Вы понимаете, как опасно огорчать детей Божьих. Как опасно делать неправильный выбор. Как это было в случае с Лотом. Возможно, он думал вместе со своей женой. Авраам, если закончить жизнь свою в пещере, а нам нужно подумать о детях. Нам нужен дом, надо дать им образование. К сожалению, история Лота заканчивалась в пещере. И он терял своих детей, о которых думал, что думает. я хочу вам сказать, будьте осторожны в своих словах, в своем выборе. Думайте о детях. Дети очень хорошо замечают перемены в вашей жизни. И это может стать решающим в их будущем. Пусть Господь поможет вам сделать правильный выбор. Аминь. Аминь.